Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о самых ожидаемых стратегиях на ПК, которые обещают порадовать нас в текущем году. Готовьтесь к захватывающим сражениям, уникальным механикам и интересным сюжетам. Age of Mythology Retalk – это боевая стратегия в реальном времени, действие которой происходит в открытом фэнтезийном мире. Для развития собственной расы дается несколько эпох. К ним относятся экономическое образование поселений, войны за новые территории с соседними племенами и государствами, а также политические направления внутреннего и внешнего управления. Основные ресурсы для строительства должны быть получены за счет привлечения населения. Золото является основной валютой, признаваемой всеми участниками процесса. Его добывают в шахтах или пополняют казну за счет торговли. Состав и размер армии зависят от казарм, построенных на территории крепости. Все страны имеют мифическое происхождение и их защищают боги, влияющие на расстановку сил в битвах. Доступен также многополитетский режим, в котором вы можете создавать альянс и сражаться с противниками в компании друзей. В ремастере полностью обновлены механики, влияющие на физику действия и визуальную составляющую. Древние легенды и мифы снова слепились в единую интересную историю. Селестия Эмпайр предлагает взять на себя роль губернатора провинции, которому император получил поддерживать мир и процветание в своем регионе. Действие происходит на Дальнем Востоке, где вы сможете создать город своей мечты на созданных вручную картах, которые предлагают задачи для выживания вашего поселения. Как губернатор вы должны будет торговать с другими землевладельцами и заботиться о нуждах своих жителей, обеспечивая их выживание в условиях суровой зимы и стихийных бедствий, которые опустошают землю. Вам нужно будет стратегически разместить здания различных категорий и функций, оставляя место для украшения города и придания ему большего великолепия. В игре предусмотрена сезонная система, которая позволяет наблюдать за тем, как меняется ваше поселение с течением времени. Вы должны воспользоваться летним изобилием, чтобы подготовиться к суровой зиме, которая представляет угрозу для выживания вашего города. Поднебесная предлагает огромное количество регионов, включая бамбуковые леса, прибрежные берега и снежные горы, где вы можете основать свое поселение. На каждой карте вас ждут разные испытания, что делает каждое прохождение игры уникальным. Геймплей сосредоточен на строительстве и управлении городом, требуя от вас сбалансировать ресурсы, население и потребности, сохраняя при этом счастье и безопасность своих жителей. Man of War 2 – это тактическая игра в реальном времени, которая переносит игроков на фронт Второй мировой войны. В игре потрясающее детализированное окружение и напряженные тактические сражения, в которых игрокам придется использовать все имеющееся в их распоряжении инструменты, чтобы выйти победителем. Геймплей основан на управлении отрядом солдат, который выполняет различные миссии на фронте Второй мировой войны. В игре представлен широкий спектр игровых фракций, каждая из которых обладает своим уникальными способностями и оружием. Геймеры должны использовать хитрость и стратегию, чтобы провести своих солдат через вражеские отряды и выполнить поставленные задачи. Одним из наиболее примечательных аспектов игры является невероятный уровень детализации игрового мира. От аунтичной униформы солдат до разрушаемого окружения, все в игре кажется реальным и захватывающим. Также в игре представлен целый ряд исторически достоверного оружия, включая винтовки, пулеметы и танки, которые игроки могут использовать в боях в своих интересах. Сюжет сосредоточен вокруг сражения Второй мировой войны и переносит игроков в различные точки мира, включая Западную Европу, Африку и Советский Союз. Каждая миссия представляет собой уникальный вызов, будь то проникновение на вражескую территорию или удержание линии фронта против массированной вражеской атаки. Manor Lord – стратегическая игра в эпоху Средневековья. В центре игровых механик реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подхватить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Viking City Builder – это стратегический эмулятор, который переносит геймеров в мир Древней Скандинавии. Во вселенной Волгалы игрок берет на себя роль вождя, которому поручено построить и управлять процветающим поселением викингов. Геймплей вращается вокруг строительства и модернизации зданий, сбора ресурсов и расширения территории поселения. Геймеры также должны обучать своих воинов охотиться, добывать пищу и торговать с другими кланами викингов, чтобы обеспечить вежевание и процветание своего поселения. В роли вождя вы должны принимать мудрые решения и балансировать между потребностями своего народа и проблемами, возникающими в суровых скандинавских условиях. Вы также должны защищать свое поселение от налетчиков, зверей и вступать в сражения с другими кланами, чтобы доказать свое превосходство и расширить территорию. Игроки могут выбирать из множества зданий, включая дома, фермы, кузницы и казармы, чтобы строить и улучшать свое поселение. Помимо строительства и расширения своего поселения, геймеры могут взаимодействовать с такими персонажами, как Бард Скальд, Провидица Фрея и Воин Тор. Игра предлагает игрокам уникальное сочетание стратегии и симулятора, созданное в богатом и захватывающем мире Древней Скандинавии. Благодаря сложному геймплею и захватывающему миру, геймеры обязательно найдут себя в борьбе и в победах при строительстве собственного поселения викингов. Dark Moon – это игра, совмещающая в себе стратегию, типичную выживалку и приключенческий экшен на основе научной фантастики. Здесь вас ждут приключения, огромный мир в границах просторов Луны и многое-многое другое. События игры происходят на поверхности спутника Земли на Луне, куда вашего главного героя как раз таки и отправили с миссией по изучению минералов, находящихся на Луне и не только. Все было хорошо до тех пор, пока не случилась мощнейшая, самая сильная за всю историю человечества солнечная вспышка. Буря обрушилась на Землю и отключила всю электронику, а затем и вовсе единственная станция связи была уничтожена взрывом. Что теперь делать, как быть и главное, как восстановить связь с Землей? Вот поиском ответов на эти вопросы вы как раз таки и займетесь по ходу выживания. Что же до геймплея, то он уникален буквально по всем направлениям без исключения. Например, взять даже основную механику, солнце стало слишком мощным, свет сжигает все, что окажется на его пути, а значит придется оставаться в тени. Но ведь никто не отменял вращение по оси, а значит придется все время бежать от света, и значит вы все время будете находиться в движении. А само движение ограничится не только личным перемещением героя, но также переносом мобильной базы и поиском по пути минералов и ресурсов, которые поспособствуют выживанию и не только. Штормгейт это многопользовательский игровой проект, который сочетает в себе стратегии экшена в режиме реального времени. Сюжетная линия будет рассказывать о вселенной, которая совершенно недавно пережила постапокалипсис. Именно здесь можно встретить прекрасную комбинацию фэнтези и научной фантастики. Все действия в линии сюжета будут разворачиваться во вселенной после катастрофы. Она произошла из-за сражения инопланетных существ. Именно по этой причине все человечество полностью вымерло. Небольшая часть людей, которым все-таки посчастливилось выжить, отправляется на сражения против инопланетных захватчиков. Также игроки могут воспользоваться режимом PvP или же кооперативом для команды из трех игроков. Отдельно стоит выделить тот факт, что игроки здесь могут даже самостоятельно создавать уникальные локации для сражения, а потом проводить матчи на их территориях. Режим создания очень богатый и без лишних проблем можно создавать уникальные игровые проекты. При желании можно даже вносить кастомизацию в имеющиеся персонажи, чтобы они лучше вписывались в новый антураж сражений. Все зависит только от геймера и его фантазии. City of Atlantis – это симулятор строительства города, в котором вам придется потрудиться, чтобы восстановить легендарный город Атлантиду. Мифический город, некогда погруженный на дно водоема, поднимается на поверхность. Вы должны помочь вернуть этому месту его первоначальную славу, которая распространилась по всему континенту тысячи лет назад. Поскольку мы должны сделать это самостоятельно, любое дальнейшее строительство будет основываться на наших текущих доходах. Мы будем разбирать прибыльные направления для вашей финансовой независимости и работать над теми областями, где у вас не все получается. Накопленные вами знания и опыт позволят вам постоянно прогрессировать и увеличивать ваши доходы. Обращайте внимание на требования горожан и вовремя удовлетворяйте их желания, чтобы ваше направление не привело к нежелаемым последствиям в виде забастовок и революций. Чтобы добиться успеха в этой сфере, необходимо тщательно обдумывать все свои решения и не пренебрегать даже самыми незначительными деталями городской жизни. AroHistory Untalked Это весьма интересный игровой проект, который предлагает игрокам с головой погрузиться в пошаговую стратегию. Сама история ведет повествование от третьего лица сверху, то есть будет крайне удобно наблюдать за всеми происшествиями, которые происходят у вас на мониторе. Игрок берет под свой контроль одну из представленных наций и его главная задача это развитие. То есть придется очень хорошо постараться, чтобы обогнать другие нации по развитию на несколько веков вперед. Лишь в таком случае откроется доступ к действительно светлому будущему. Игрок должен взять на себя роль следующих персонажей. Сафон, Нефертити и Джордж Вашингтон. Возвышение своего господства происходит с абсолютного нуля. Во время игрового процесса необходимо будет в первую очередь захватить совершенно новые локации для расширения собственной территории. Также местные жители должны будут обязательно добывать самые разнообразные и крайне полезные ресурсы для своего государства. Государство может просто разрушиться, если не соблюдены все стандарты комфортного проживания в стране. Это очень важно. Homeworld 3, продолжающая серию космической стратегии в реальном времени, в которой вам предстоит отправиться в новое путешествие и сразиться с новыми врагами. События игры вновь происходят в открытом космосе за много световых лет от Земли. Но теперь уже у вас новые приключения и уже в других более ярких новых мирах. По сюжету открылись гиперпространственные врата и дали доступ к новым мирам, в которые вы как раз таки и отправитесь. Что до игрового процесса, так он основан на сражениях в реальном времени, прокачке, сборе ресурсов, выполнении разнообразных заданий и исследовании космических просторов. Как и раньше в игре будет присутствовать несколько раз, каждая будет преследовать свою уникальную цель, будет иметь свои особенности и отличия. Причем у каждой расы будут и свои уникальные технологии, и индивидуальный набор классов кораблей. Ну а вам же придется находить общий язык с представителями каждой из них. Естественно, не обходится и без исследований космических просторов. Вам нужно будет путешествовать по новым мирам, выполнять задания, которые смогут так или иначе обеспечить вашей расе нормальное существование. Кстати, сражения в новой игре станут более эпичными. Вас будут ждать новые корабли, новые возможности в плане маневров и не только. Путешествуйте, исследуйте космос, развивайтесь и главное выживайте, чего бы вам это ни стоило. И сохраните свой космический корабль. Надеюсь, этот топ 10 стратегий на ПК вдохновил вас на новые подвиги и заставит по-настоящему насладиться игровым процессом. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие игры вы ждете больше всего. Удачных вам побед и всего хорошего. ПОДПИШИСЬ!